Привет, меня зовут Настя и это мой видеоблог Daily Makeup. Сегодня я расскажу об очень важной, но редко обсуждаемой теме, это возрастной макияж. Ко мне пришла мама моей подруги. Привет, Настюша. Здравствуйте, Елена. Вы как-то собираетесь сегодня, да? Да, дочка подарила билеты в большой театр, но с условием, что я должна непременно зайти к тебе. Раньше женщины за 40 выглядели как-то... А сейчас, мне кажется, это вообще не проблема, можно выглядеть прекрасно. Вспомнить хотя бы голливудских актрис Дэми Мур, Джулию Робертс, Мадонну, наконец. Возрастной макияж это прежде всего кожа. Сейчас я расскажу вам в процессе макияжа о тех нюансах, которые необходимо знать. Наносим увлажняющий крем. И даем ему полностью впитаться, чтобы тональное средство ее не пересушило кожу. На самом деле, женщинам после 40 достаточно хорошего увлажняющего средства. И не нужна база под макияж. А если у вас уже достаточно много морщин, то вы можете использовать специальные базы, которые, соответственно, разгладят... Заполняют морщины, разгладят лицо. Необходимо использовать тон легкой текстуры, для того, чтобы оно не перегружало лицо. Можно также использовать тональное средство с лифтинг-эффектом, без светоотражающих частиц. Теперь высветляем линии у переносицы и носогубные складки. Консилером и кисточкой высветляем естественные тени у переносицы, сглаживаем их. Тем самым, визуально разглаживаем лицо. Теперь зафиксируем консилер светоотражающей пудрой. Темным цветом пудры скорректируем форму лица. Кисточкой нанесем ее на нижний контур лица. Также корректируем скулы. Эти приемы цвета тени дают визуальный эффект лифтинга лица. Для коррекции бровей старайтесь подбирать карандаши или тени тон в тон с вашим цветом бровей. Или на полтона темнее. После 40 нужно быть осторожнее с акцентами макияжа. Нужно выбирать что-то одно. Если мы делаем глаза, то, соответственно, губы должны быть нейтрального оттенка. Елена, для вас я сегодня выбираю акцент на губах. Прорисовываем ресничный контур. Я рекомендую Елене использовать матовые оттенки теней, потому что перламутровые тени, они бликуют и, соответственно, могут тем самым подчеркнуть морщины. Также прорисуем нижний ресничный контур. Тень это визуально приоткроет глаза. Теперь тушью прокрасим ресницы. От корней до кончиков. Я выбрала румяна, нежно-розово, персикового оттенка. Приступим к самому интересному. Это губы. Лучше использовать атласную помаду или не мерцающий блеск для губ, так как перламутровые частички только подчеркнут морщины на губах. Елене, я выбрала коралловый оттенок помады для сегодняшнего вечера. Пройдемся пудрой по Т-зоне. Все, я закончила, Елена. Спасибо. Хотите посмотреть? Конечно. Все понравилось? По-моему, все получилось великое. Ой, ну я очень рада, что вам понравилось. И счастливой премьеры. До новых встреч. Да. Перед макияжем кожу необходимо увлажнить. Используйте тон легкой текстуры без светоотражающих частиц. Теперь высветляем темные линии у переносицы и носогубные складки. Это можно сделать светлым корректором легкой текстуры. Зафиксируем корректор светоотражающей пудрой. При помощи темных оттенков подтянем лицо. Возьмем темную пудру или румяну и нанесем ее на линию подбородка. Также скорректируем скулы.